Здравствуйте! В эфире программа «Республика» о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Летчицы, зенитчицы, разведчицы. Музей воинской славы 101-го женского батальона открылся после реконструкции в одной из столичных школ. Мусорная реформа продолжается. Тарифы и раздельный сбор отходов обсудили в Доме правительства. На родной волне. В России 7 мая отмечают День радио. Количество зараженных коронавирусом в Чувашии продолжает расти. 7 мая по данным сайта СтопКоронавирусРФ 950 случаев, из которых 58 за последние сутки. 175 человек выздоровели, 8 летальных исходов. Тем временем страна поэтапно будет выходить из режима ограничительных мер. Сначала разрешат заниматься спортом на открытом воздухе и прогуливаться с детьми. Откроются объекты сферы торговли с соблюдением социальной дистанции. Затем заработают образовательные учреждения. Возобновится работа парков и скверов. Откроются гостиницы. Поэтапный выход из режима регионам необходимо выработать до 11 мая, отметил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководителями регионов, которые он провел в режиме видеоконференции. Под постоянным контролем остается ситуация с распространением коронавируса. В Чувашии в несколько раз увеличилось количество проводимых тестов. Два года назад республика перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Для перехода установлены новые тарифы на вывоз мусора. Сейчас региональный оператор экоцентра вывозит мусор из 98% населенных пунктов Чувашии. В Доме правительства состоялось рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО. Почти 3 миллиона кубометров твердых коммунальных отходов производят жители республики за год. За услуги по вывозу и утилизации мусора сегодня горожане платят 63 рубля 15 копеек, а сельские жители 47 рублей 56 копеек с человека в месяц. Во втором полугодии плата возрастет и составит 76 рублей 29 копеек и 57 рублей 46 копеек соответственно. В Рио глава Чувашии Олег Николаев в Доме правительства провел рабочее совещание, где обратил внимание на разделение полномочий по обращению с коммунальными отходами между ведомствами. Так, вопросами сбора коммунальных отходов и их доставки до места обработки занимается Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, тогда как сферу обращения с отходами производства и потребления регулирует Министерство природных ресурсов и экология Чувашии. При этом территориальную карту обращения с твердыми коммунальными отходами, которые по сути и берется за основу расчета тарифов и мониторинга реализации тарифного соглашения, ведет одно ведомство, а соглашение с региональным оператором подписывает другое. Так не должно быть, отметил Олег Николаев. Это надо сконцентрировать на одной площадке. Достаточно много вопросов возникло в части организации раздельного сбора мусора, в том числе в рамках создания и функционирования экотехнопарков. И вот сегодняшнее совещание – это как раз подведение итогов по одному из пунктов, то есть насколько на сегодняшний день само тариф на соглашение и действующий тариф учитывают все факторы обращения твердых коммунальных отходов в новом формате, в том числе возможности развития раздельного сбора мусора. И поэтому наша задача сегодня была как раз выработать уже дальнейшие действия со стороны органов государственной власти, но и уже со следующей недели эту работу продолжим во взаимодействии с региональным оператором и с теми структурами, которые с ним связаны. Это перевозчики, это полигоны, где совершается захоронение отходов и все другие субъекты, которые так или иначе связаны с обращением твердых коммунальных отходов. В рамках утвержденной территориальной карты обращения вот этих отходов. 70 тысяч рублей за сдачу экзаменов и получение зачета. Так преподаватель одного из факультетов Чуварского госуниверситета решил облегчить жизнь студентам и подзаработать. Но не вышло. Прокуратура Московского района Чебоксара направила в суд уголовное дело. По версии следствия, одну взятку в размере 40 тысяч рублей он получил еще в июне 2018 года. А студентке за фиктивную сдачу экзаменов по дисциплине фармакологии. Второй эпизод получения взятки состоялся в мае 2019 года, когда он получил денежные средства в размере 30 тысяч рублей, а другой студентке за погашение академической задолженности, сдачу зачета, а в последующем экзамена по тому же предмету. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой для рассмотрения по существу Московский районный суд города Чебоксары. Специальные продовольственные наборы, собранные для инвалидов первой и второй группы старше 65 лет, доставлены в районы. Часть из них волонтеры уже передали получателям. Сегодня еще несколько наборов доставили жителям Маргаушского района. Просковье Викторовне 82 года. Из них 42 года она проработала операционной сестрой Маргаушской районной больницы. Она не понаслышке знает, насколько трудно приходится врачам в период эпидемии. Живет одна, но строго соблюдает самоизоляцию. Дальше ворот никуда не выходит, даже в магазин. Появившихся на своем пороге молодых ребят приветствуют с искренней улыбкой. Я очень довольна, потому что через дорогу я не могу улететь в магазин. Не разрешают. Сижу дома, строго соблюдаю. Все соблюдаем и так. Это легче было бы правительству и медикам всем хорошо было бы. Нелегко приходится и Юрию Арсентьевичу. За покупками отправить некого, а самому выходить из дома опасно. Из-за массового распространения коронавируса в свои 72 года он в группе риска. Трудно находиться постоянно дома, ни в магазин не сходить, потому что один живу. Спасибо вам, конечно, всем, волонтерам. Специальные наборы были сформированы на базе продовольственного фонда «Чуваший» и при активной поддержке в ее главы Олега Николаева, который лично проверил качество продуктов. Мука, крупа, мясные консервы, конфеты, печенье. Внутри пакета все самое необходимое. Чтобы максимально снизить риски, волонтеры оставляют продукты у ворот, а с получателями общаются издали. Мы уже работаем около недели, и на сегодняшний день 197 наборов мы раздали благополучателям. Всего в Маргаушском районе запланировано раздать 496 продовольственных наборов. Средства на их создание были выделены по линии Общероссийского народного фронта. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика. Продуктовые наборы получат и более полутора тысяч студентов. Их раздают тем, кто на время самоизоляции остался в общежитиях. Это в основном иногородние и иностранные обучающиеся, и те, кто сейчас проходит практику. В пятикилограммовые наборы первой необходимости вошли крупы, макароны, консервы и сладости. Всего сформировано 1500 пакетов. Их раздают волонтеры. В течение трех дней социальную поддержку от Чувашского госуниверситета получат студенты более десяти общежитий. Также правкомам обучающихся было принято решение раздать многоразовые маски каждому студенту, который остался в общежитии, и средства бытовой химии для уборки в комнатах и на кухнях. Помогают нам раздавать все эти продукты наши студенты, волонтеры студенческих объединений. Два дня осталось до главного праздника страны – 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице Чувашия, как и во всей республике, дистанционно проходит огромное количество мероприятий. В столичной школе номер 37 торжественно открыли после реконструкции музей воинской славы. Штык, нож, ручная граната, пулеметная лента. Фрагменты оружия и личные вещи как красноармейцев, так и немецких солдат – все это экспозиция музея 37-й столичной школы. Здесь есть и свой бессмертный полк, и исторические справки. А посвящен музей женщинам военным. В 1942 году отобрали 500 девушек нашей республики, чтобы они заменили мужчин в 101-м батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи. Летчики, танкисты, зенитчицы, разведчики – девушки освоили почти все военные профессии. При разборе архивных данных мы натолкнулись на полный список девушек в 101-м батальон. До этого его не было. Теперь у нас есть новая задача, новая цель. Это, конечно же, найти родственников этих девушек, наладить с ними связь. Далее были найдены письма с фронта, были найдены совсем новые фотографии. Мы нашли песни девушек, которые при встрече они пели. Изначально музей создали в 1985 году. Тогда он был посвящен 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Но вот уже несколько лет нуждался в реконструкции. Чтобы пополнить информацию, сотрудники школы побывали в архиве Минобороны в Подольске. Все это позволило по-новому рассказать как о 101-м батальоне, так и о школьном музее. Здесь есть и виртуальный музей. Каждый желающий может посетить онлайн-экскурсии. Есть и макет вот такой вот землянки. Именно здесь жили девушки 101-го батальона. Есть даже вечный огонь и звезда сюда приносят цветы. В столице Чувашии всего 27 школьных музеев воинской славы. Большинство удалось сохранить, несмотря на то, что в конце 80-х годов повсеместно закрывали школьные музеи. Экспонаты, они несут в себе определенную историю. О нем можно рассказывать об этом экспонате очень долго и красноречиво. Тем более, что школьник, ребенок, он эмоционально восприимчив той информацией, которая преподносится. Поэтому создание школьных музеев, их сохранение, развитие мы приветствуем, потому что это действительно очень вспомогательный, важный элемент. Каждый из таких музеев может похвастаться чем-то уникальным. Например, здесь, в 37-й школе, есть настоящие письма девушек 101-го батальона. Вернувшись с войны, они начали активно искать однополчан, отправлять письма в разные уголки страны. Так они налаживали связь. Девушки даже встречались друг с другом каждые пять лет, собирались в музеи, вспоминали о прошлом. А теперь посмотреть и послушать их историю может любой желающий. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Чебоксары – город счастливого детства. Так о столице региона говорит известный писатель, сценарист и актер Аркадий Инин. Он был эвакуирован в Чувашию в годы Великой Отечественной войны из Харькова вместе с рабочими электроаппаратного завода. История Республики тех лет – это пазл из тысячи судеб людей, трудившихся в тылу. О своих воспоминаниях Аркадий Инин рассказал нашей съемочной группе в эксклюзивном интервью. В Москву наша съемочная группа была командирована еще до того, как весь мир узнал о коронавирусе. Сейчас такую поездку назвали бы рискованной. Для гостей из Чувашии Аркадий Инин сделал исключение, пригласив свою творческую мастерскую, где были написаны многие сценарии кинокартинам. В его фотоальбоме сохранили снимки из сороковых. Вот летний карнавал в детском лагере Ильинка. Аркадия Инина здесь и не узнаешь сразу. Он одет в женское платье и шляпу. Известному драматургу запомнилось, как тепло принимали в Чебоксарах, эвакуированных со всей страны ребят. Вот так мы наряжались, кто чего хотел. 47-й год. Через много-много-много лет был в Чебоксарах. Вот недавно, 1 июня, сердце тепло мюкнуло, когда я приехал в этот город. Все равно это родина, ну, малая родина, потому что с 41-го по 48-й мы там были. Там остался, как вы знаете, завод. Вот чувашский народ принял нас и спас. Так что для меня это святое место и святые воспоминания. В Чебоксаре Аркадий Гуревич, это его настоящая фамилия, был эвакуирован трехлетним мальчишкой вместе с мамой, бабушкой и другими семьями работников Харьковского электромеханического завода. Сейчас в республику удается приезжать крайне редко, но каждый визит сюда – это ностальгия по ставшим родными местам. Помни ты об улице Кооперативной, где провел свое детство? Не забыл и о классном руководителе Просковье Ивановне в школе номер один. А еще как покупали коньки по одной паре на две семьи. И мы по одному коньку надевали, ну как надевали, их приматывали такой, не было же крепления, ничего, просто ботинок, конек и такая кожаная, кожаный такой ремешок и палка с бечевкой, которая так закручивалась, 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 чтобы они держали и очень больно в косточку. Вот почему-то запомнилась, косточку упиралась, палка, но все равно мы были счастливы и гоняли на одном коньке, отталкиваясь, значит, ногой. Сейчас уже, через много лет, я вдруг задумался, а почему, собственно, мы не могли просто по очереди на двух коньках кататься, да? Ну, купили на две семьи одни коньки. И там два часа один катается, два часа другой. В годы войны в Чувашию было эвакуировано более 70 тысяч человек из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Ленинграда и Смоленска. Людям, уехавшим из дома, давали кровь, работу. В Чебоксарах семью Гуревичей и маленького Алика помнят хорошо. К Аркадию Яковлевичу мы приехали с видеоприветом о друзей детства, общение с которыми продолжалось и после войны. По переписке. И вот там большой Чебоксар от Сашеньки, от того, Сашеньки, кому вы подарили эти фотографии в далеком 49-м году. Ваша мама Сара Абрауна работала с моей мамой, это Ессей Александрович, потоцкой в гармоническом цехе детапаратного завода. И после того, как вы уехали снова в Харков, они долгое время переписывались, вот эти фотографии были получены уже из Харкова. Вот Ильин, конечно. Ну что еще сказать? Будет Чебоксарах, буду раз и... Вот Сашенька такой потоцкий, я помню, что были у мамы близкие друзья. В родной Харьков эвакуированные рабочие завода вернулись в 1948 году. Было необходимо восстанавливать город. Аркадий Инин закончил политехнический институт, на протяжении 8 лет работал инженером, а потом поступил во ВГИК. В 1972-м по его сценарию сняли картину «Вот и лето прошло» о безумятежном детстве. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Седьмое мая – День радио. Это праздник работников всех отраслей связи. Современный информационный бум – в первую очередь результат больших усилий ученых, инженеров и всех тех, кто связан с радиотехникой. Две радиостанции нашей компании занимают свое особое место в огромном мире радио. У них своя аудитория, свои программы и, конечно же, свои ведущие. С днем радио. Таван радио пишет она. Всем работникам здоровья, счастья, позитива. Ждем хороших вестей и прекрасных песен в эфире каждый день. Спасибо, друзья, за теплые слова. На одной волне со своими радиослушателями Максим Попов год уже почти шесть лет. Для него эфир – адреналин. А еще возможность прочувствовать поддержку целой команды. Что такое таван? Таван – это что-то, знаешь, большое, дружное, интересное, креативное и каждый раз новое. Вот сказать, что это что-то такое одинаковое – не могу. Таван радио – это, во-первых, оно родное, да, переводится, а во-вторых, это интересные люди, хорошее новое общение и всегда что-то такое неожиданное. Вот это целая большая семья. В этом году Таван радио отметит свой седьмой день рождения. С каждым годом география охвата увеличивается. Голоса любимых ведущих теперь жители Чувашии могут слышать практически во всех уголках республики. Так, к примеру, слушатели Таван радио под хэштегом «Слушаем Таван» выложили свои видео в соцсетях. Барина, привет! Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сегодня все-таки вещания, новости на чувашском и русском языках. Необходимы атрибуты, микрофон и пульт. И, как оказалось, еще и большое сердце и большие уши. Дмитрий Пуганов работает на радиостанции полгода. Для него научиться управляться со всей этой техникой оказалось проще, чем со своими эмоциями и волнением. Это очень классный коллектив. Я прям каждый день прихожу, действительно работаю как на праздник. Я очень рад, что сюда попал и можете мне завидовать. А завидовать есть чему. Работа на радио – это значит не только быть в курсе последних новостей, но и делиться информацией с радиослушателями. Радиожурналист, прежде всего, должен быть очень активным, очень загорающимся, мне кажется. Если человек не любит свою работу, если ему это неинтересно, то есть он должен интересоваться всем и сразу. Он должен в любой момент срываться с места, ехать на какое-то мероприятие, быть всегда в курсе событий. И снова в эфире уже ставшие родными голоса любимых ведущих. Вот люди, чьи голоса дарят нам бодрое настроение с утра и согревают теплым словом вечерами. «Таван радио» сегодня – это яркий, интересный эфир, это творческая, креативная команда. Мы всех поздравляем с Днем радио, всем желаем только хорошего, доброго настроения. Всем, кто создает современное радио, мы передаем свой привет. Всех с праздником! С Днем радио! Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика. Колорит, который завораживает и притягивает взгляды. Более 4000 работ поступило на Всероссийский творческий конкурс «Краски Чувашии». Завтра – последний день приема заявок. Конкурс «Краски Чувашии» проходит пятый год подряд. Организаторы оценивают не только картины, фотографии, декоративные поделки, но и творческие номера. Главное языком искусства – показать красоту самобытной культуры региона. В этом году фестиваль проходит по семи номинациям. Номинации в этом году носят имена выдающихся деятелей культуры, искусства, образования Чувашской Республики. К примеру, танцевальное творчество носит имя Надежды Павловой. Художественное творчество носит имя Алексея Кокеля. Конкурс вокально-инструментального творчества Максима Михайлова. С каждым годом количество участников увеличивается, и жюри отмечает о высоком уровне конкурсных работ. Это говорит о том, что фестиваль достигает своей цели и приобщает молодежь, наше население к родной, традиционной чувашской культуре. В состав жюри фестиваля вошли 45 ведущих специалистов в сфере образования, культуры и искусства из Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Финалистов определят до 30 мая. Награждение и демонстрация работ победителей состоится в преддверии Дня Республики. Рифат Фадкулин, Республика.